Доброе утро, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим о такой важной вещи, как спасение, о которой тоже говорит Библия. Спасение, то есть некое явление, которое названо вот этим словом в Библии, что оно подразумевает? Спасение от чего? Ну, вообще, само слово предполагает, что происходит что-то очень важное, что-то действительно сильное. Потому что, например, если мы просто выходим из дома, ну, мы просто выходим из дома. Но если в доме пожар, то, соответственно, мы спасаемся из пожара. То есть уже, как говорится, другое. То есть, выходя из дома, мы не просто из него выходим, мы спасаемся. То есть, выбегаем с поспешностью, там, как говорится, бросая все, и так далее, и так далее. Вот примерно такую актуальность, что ли, можно обозначить в Библии. То есть, от чего мы спасаемся, от чего нас хочет спасти Бог. Ну, поскольку мы с вами говорили о том, что когда человек совершил грех и совершает грех, то таким образом он прородался греху, продается греху, он становится рабом греха. И грех – это не просто, но как бы такое неудобное состояние. Такое не очень комфортное. Или что-то, что огорчило Бога, например. Да, это все действительно так, но дело гораздо хуже. На самом деле, как говорит послание к кремлинам, 3 глава, 23 стих написано, что «все согрешили и лишены славы Божией». А 6 глава, 23 стих говорит «возмездие за грех – смерть». А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. То есть, смотрите, возмездие за грех – смерть. То есть, наказание за грех, другими словами, – это смерть. И имеется в виду смерть не просто вот наша физическая, имеется в виду смерть вообще. Настоящая, как в смысле и физическая смерть, то есть, умирание тела, и отлучение от Бога, причем вечное, навсегда. И здесь не дело в том, что Бог там как-то не хочет и так далее. Правда в том, что на самом деле человек согрешивший, человек изъеденный грехом, он не может быть в присутствии Божьем. Он просто не может там находиться. Вот. То есть, Бог настолько свят, настолько чист, что вот малейшее несовершенство, оно даже не может находиться в Боге, не может находиться рядом с Ним. Тут как бы, ну, это физически невозможно. Ну, не знаю, насколько это пример актуальный, что ли, нормальный. Вот. Но для того, чтобы понять суть вопроса, то есть, это как, например, масло, как вода выталкивает масло. Ну, так себе примерчик, согласен. Но хотя бы понятно, что это просто невозможно вот в силу природы явление. Не то, чтобы злой там или что-то. Вот. Просто это невозможно. Вот. Поэтому возникает необходимость спасения. То есть, если человек идет прямой дорогой в ад, то необходимо его спасать. И именно здесь необходимо, ну, как вот это вот слово спасение, оно правильное. То есть, именно потому, что ситуация критическая. Это не потому, что, повторюсь, там, ну, Бог огорчился, он сказал, ну, ладно, ну, стерплю. Ну, ладно, давай уж приходи. То есть, дело не так обстоит. Дело обстоит именно вот, что человек до конца, видимо, не осознает вот весь ужас своего положения. Но Бог-то это знает. И именно поэтому он решился на такие крайние меры, как, ну, что он послал своего сына из народного. То есть, это крайняя мера. Это самое дорогое, самое близкое, что было у Бога. И он его отдал за нас. И такая мера была вынуждена именно потому, то есть, необходима именно потому, что других путей спастись нет. То есть, это речь идет именно о спасении. Не о том, что человек спокойненько уходит там откуда-то, а именно о спасении, что человек выхватывается, как бы, из огня. Вот. И спасение возможно только через Христа. Как мы прочитали вот в послании к Римлянам, 6 глава, 20-30 стих. «Возьмите за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Вот. Это была необходимость спасения, мы говорили. Теперь мы видим, что на самом деле Господь дал нам это именно бесплатно. Написано «дар Божий – жизнь вечная». Вот. Здесь именно о спасении и говорится. То есть, Бог нас спас от вечного наказания и дал нам жизнь вечную. От вечной смерти мы перешли в вечную жизнь. То есть, вот какой смысл. Первая Библия говорит о том, что это дар. Если это дар, то к нему нечего добавить, нечего убавить. Вот. То есть, мы не можем подзаработать еще, сделать этот дар более совершенным. Сделать спасение более крепким, что ли, или более основательным своими делами. То есть, спасение, оно дается нам однократно, и оно дается как дар. Не как что-то заработанное. Вот. Не как плата за наши добрые дела или за наше верное служение. То есть, это не так. Это абсолютный дар. И Ефесянам 2 глава, 8 стих и 9. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот. То есть, смотрите. А, даже можно прочитать еще в послании к Титу, 3 глава, 5 стих. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Банью возрождения и обновления Святым Духом. То есть, мы видим, что спасение дается как дар, бесплатно. Ничего мы не можем сделать. Добавить что-то. Вот. То есть, спасение, возможно, благодаря смерти Иисуса Христа дается как дар. Как человек его принимает? Что нужно для того, чтобы его принять это спасение? Вот. Как мы прочитали уже, спасение дается по вере. То есть, со стороны Бога. Это благодать, которую он проявляет к нам. То есть, вот этот милосердие. То есть, он нам предлагает этот дар. Мы его не заслужили, но Бог нам дает это. То есть, вот эта благодать. Это то, что дано Богом, когда Бог дает то, что мы не заслуживаем. Что-то хорошее, что мы не заслуживаем. Это благодать. Это со стороны Бога. А со стороны нас наш ответ на вот эту благодать должна быть вера. То есть, доктрина о всеобщем спасении, она не верна. Это лжеучение о том, что раз Бог такой добрый, раз Бог это абсолютная любовь и так далее, то спасутся все. Это не работает. Потому что спасутся те, кто захотел спастись. Кто ответил Богу на его призыв. Кто принял его дар. Кто сказал, да, Господи, я принимаю твой дар за жизнь вечную. Или что я принимаю твою плату за мой грех. То есть, должен быть акт принятия обязательно. Без этого нет, не работает. Невозможно, чтобы человек всю жизнь грешил, Бога отвергал, бесчестил своей жизнью его. И потом, в конце жизни, он бы сказал, ну, давай, Бог, спасай. То есть, не в том смысле, что он обратился к Богу за спасением и так далее. А в том смысле, что он потребовал, как бы вот, без покаяния, без всего типа, ну, вот, я думаю, что я тоже буду спасен. Меня тоже Бог как-нибудь там примет. Нет, так не работает. Спасение должно быть принято. Вот. Как написано в псалмах, что воздам Господу за все благодеяния. Его чашу спасения приму и имя его призову. То есть, вот суть спасения. Нам нужно его принять. Согласиться с Богом, что этот дар был принесен. Эта жертва была принесена за нас. Вот. Также некоторых людей, которые думают, что спасение нужно как-то зарабатывать или как-то вот усиливать, корректировать там и так далее. Несколько смущает в этой связи стих и с филиппийцем 2 глава, 12 стих, ну и им подобное. Павел писал, «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Здесь говорится о том, что спасение, оказывается, нужно совершать. И вот из-за неправильного понимания вот рождаются такие доктрины. Ну, из-за неправильного толкования Библии возникают такие вот идеи, что все-таки вот же, смотрите, мы спасение получили, но нужно его как-то вот еще подработать, укрепить, не знаю, усилить. На самом деле, имеется в виду, что вот есть такое в Библии место тоже, оно более, ну, я думаю, оно объясняет подобные места. Написано, что спасайтесь от рода сего развращенного. То есть, мы спасены на самом деле однократно. То есть, получили вот этот вот доступ в Небесное Царство однократным действием. То есть, мы спасены единожды и навеки, однажды и навеки. Но, как написано, то есть, окончательное спасение, вот прямо вот настоящее, как в случае с искуплением, ну, то же самое, будет немножечко в будущем. То есть, мы окончательно будем спасены, именно получим новые тела и будем жить с Господом чуть позже, когда закончится наш земной путь или когда Господь придет за нами. До этого же момента мы остаемся в нашем греховном теле. И, соответственно, нам нужно приводить свою жизнь в соответствие с тем статусом, которым Бог нас наделил. Он назвал нас своими детьми. Значит, нужно жить в соответствии с этим. Нужно быть на земле его детьми. То есть, жить так, как Божий дитя, а не как дитя этого мира, изъеденные грехом, постоянно хромающие на обе ноги и так далее. Вот, то есть, мы живем в этом теле и, значит, согрешаем и, значит, нуждаемся в постоянном очищении, освящении. То есть, это тоже называется вот этим спасением ежедневным. То есть, ежедневным избавлением от греха, ежедневным усилием, чтобы не заражаться вот мерзостями, что ли, этого мира, ложью, грехом. В общем, вот, поэтому вот, вот что называется спасением, вот здесь вот в Филиппийце, второй главе, двенадцатый стих. Это то, что как раз-таки нам нужно действительно совершать. То есть, постоянно делать. Но это не добавляет нам ничего к тому спасению, которое Господь уже дал, как однократный, да, как однократный акт, который совершился. Это ничего не добавляет. Это просто делает нашу жизнь здесь более насыщенной, более полной во Христе. То есть, более такой богоугодный. Вот. То есть, мы, общаясь, проявляя, ну, общаясь с Богом, проявляя к Нему любовь, мы ее проявляем именно вот таким образом. Сохраняя себя неоскверненными от этого мира, насколько это возможно. Вот что значит совершаете свое спасение. То есть, это тоже усилие, и это усилие уже с нашей стороны. Потому что Господь со своей стороны сделал все возможное, чтобы все, чтобы это было возможно. Вот. Вот вкратце о спасении. Понятное дело, что есть много вещей, но это основные самые моменты, которые нужно помнить, которые важно помнить. Это основы. Есть еще нюансы, но о них, как говорится, в другой раз. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, ценить твой дар, который ты дал нам, и стоять в нем. Помнить, что мы спасены однажды и навеки. Научи нас, Господь, пожалуйста, совершать со страхом свое спасение, Господь. Принимать и относиться очень трепетно к той святыне, которую ты нам дал. Научи нас, Господь, всеми силами совершать это спасение. Каждодневно очищаясь от греха, каждодневно, Господь, отстраняясь от нечистоты этого мира. Но дай нам быть твоими детьми, Господь, которые показывают твою славу, твою благодать, все твои качества этому миру. Мы прославлены, Отец, через нас, во имя Иисуса Христа. Аминь.